Погнали! Так, сегодня такая широкая будет тема, простыми словами, про штукатурку и шпатлевку стен. Это, в принципе, и к квартире, и к дому применимо, все одинаково. Давайте сначала посмотрим на штукатурку. Понятно, санузел здесь, стены не шпаклюются, здесь как раз вот можно посмотреть штукатурку. Штукатурку важно делать максимально ровно, максимально прямыми руками, потому что это, в принципе, основа, как ваш фундамент. Если вы ее сделаете абы какую, не надо думать, что вы потом шпатлевкой все это исправите, ничего подобного. Это продается просто все перештукатуривать. Перед штукатуркой все обязательно грунтуется, обеспыливается. Не надо ставить никаких вентиляторов, ну, понятно, что зависит от времени года, там, толщины слоя и так далее. Зимой еще можно что-то поставить, чтобы она отдувала и побыстрее сохла. Но летом она должна сохнуть столько, сколько она должна сохнуть. Если она у вас высохнет быстрее, она просто потрескается, если из нее уйдет вода. То же самое будет, если вы не дадите ей высохнуть, если вы, допустим, сразу там шпатлевкой ее замажете, то она образует пленку, и, соответственно, вода не уйдет оттуда. И в дальнейшем вы просто получите плесень. И обязательно не забываем вырывать маяки. Остальные маяки обязательно вырываем и замазываем эти штробы, потому что они со временем начинают ржаветь. И, соответственно, на обоях просто все это проявится. Если вы поторопитесь и не дадите ей достойно высохнуть, а достойно высохнуть это 2-3 недели минимум, то вы получите плесень. Со временем из-под обоев у вас начнет пробиваться темные пятна, и падет плесень. Сам лично был на объекте, где заказчик очень сильно торопился, он подгонял ребят рабочих, мы там потолки устанавливали. Мы ему смонтировали потолки, и месяца через два он нас выживал, чтобы мы все снимали. Квартира была в ужасном состоянии, там было все в плесени, просто в пятнах. Я не знаю, я бы продал такую квартиру уже просто или просто сжег ее. Короче, это трэш. Поэтому не торопитесь, никогда не торопитесь, дайте спокойно высохнуть. Все проходится машинкой, то есть наждачкой, все это шкурится, шкурится, убираются все какие-то огрехи, неровности. И, соответственно, дальше проходим шпатлевкой. Мы используем ЛР+, ну, витамин ЛР+, как-то давно она у нас устоялась, она хорошая, полимерная. Она уже идет маленьким слоем абсолютно, и сохнет она, как правило, 1-2 дня. Между каждыми этапами не забываем все это дело грунтовать. Все обильно грунтуем, это нам поможет получать более лучшее сцепление между собой. Вот, обеспыливать поверхность, вот. Ну и, в принципе, работа просто будет более чистой. Вот мы сейчас на этом доме, ребята мне тоже подсказали, мне даже интересно стало, добавили на весь дом, добавили 3 литра водоэмульсионки во все растворы на шпатлевку. Оно вроде как бы ничего особого не дает, просто она дает более насыщенный цвет, чтобы эти все темные пятна лучше затирались, так сказать, чтобы это потом не пробивало все через обои. Вот, самая дешманская водоэмульсионка на весь дом вот ушло 3 литра. Ну, в принципе, на этом все. Давайте отдельно поговорим про обои.